Если вы вдруг, ну мало ли, хотите узнать о том, почему Эдвард Билл будет снимать на Рейдж МП, то смотрите данный видеоролик до самого конца. Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Аризона РП. Вся дополнительная информация в описании. Но перед всем этим, как и полагается, как и у всех ютуберов, как у всех GTA Samp ютуберов, как у всех ютуберов по GTA 5 РП и не РП, реклама. Аризона Ролиплей Феникс. IP, а также мой никнейм Данте Коннор находится в описании данного видеоролика. Заходите туда за всей дополнительной информацией по данному поводу. Также там есть ссылочка на мой телеграм-канал, заходите туда также, потому что там публикуется вся эксклюзивная информация, которой нету больше абсолютно точно нигде. А теперь давайте уже непосредственно к самому видеоролику. В общем-то я, знаете ли, ждал, пока в GTA Samp произойдет что-то нормальное, что-то стоящее, что-то хорошее, но по итогу не произошло ровным счетом нихуя. Именно поэтому, ну, кстати, не именно поэтому, а просто потому что нужно было, у меня вот вчера вышел новый самп-обзор. Если вы его еще не видели, то я вам настоятельно рекомендую его посмотреть. Там просто секс, ёбля, жесть, там, я не знаю, всех ебут, трахают, просто там, блядь, кишки разлетаются во все стороны. Поэтому, если вы любитель такого, то смотрите, это топ-1 самп-обзор за последнюю неделю из предыдущих двух самп-обзоров. Это вот самый топовый из вот всех, которые только были. Поэтому, если, мало ли, всегда хотели посмотреть, то посмотрите или пересмотрите, если вы уже все это смотрели. Так вот, в общем-то, в чем дело? В своем телеграм-канале или там еще где-то Эдвард Билл сказал, что будет стримить там на GTA V, Руллиплей, Рейдж, МП и так далее, что он будет стримить с этим самым, блядь, как его с Владиславом Павлова, с этим, с Раша Павером он там будет стримить, вот. И потом уже вышел официальный анонс в группе данного проекта, или не в группе, или на Ютуб-канале. Кому какая разница, в группе, не в группе, на Ютуб-канале, не на Ютуб-канале? Ну вот, серьезно, кого это вообще ебет? Так вот, вышел анонс с Эдвардом Биллом. Навалим дизлайков, ребят, и я вас верю. И, типа, и что? Ну вот, я, как бы, абсолютно точно не удивлен, потому что Рейдж, МП сейчас развивается просто какими-то семимильными шагами, и вот постоянно они что-то, вот, делают новое. И сейчас они просто зовут туда всех таких, знаете ли, более-менее крупных ютуберов. Даже, казалось бы, вот с такого вот сверхушки Ютуба, то есть, вот всех вот этих вот людей зовут. Но это, как бы, неудивительно, потому что Эдвард Билл, это, как бы, кумир у многих малолетних дебилов, и, как бы, чтобы их привлечь на проект, то логично, что можно будет этого самого Эдварда Билла позвать к себе. Он, там, придет и начнет вот этого, там, чита, блядь, вот там все прочие свои вещи делать. И таким образом, деградантским, как я уже повторился ранее, или просто первый раз-то сказал, он начнет привлекать всю эту аудиторию. И это вполне, такое, знаете, неплохое вложение. А вообще, я не удивлен абсолютно, что ютуберы из какого-то большого ютуба приходят вот в этот вот маленький мирок, по типу GTA V Roleplay, или, там, знаете ли, в GTA Sump, когда, по-моему, Дима Горде, или еще кто-то рекламировал, типа, проект в МТА. Я вообще не был удивлен, потому что и сейчас я вообще не удивлен, когда Эдвард Билл вдруг начнет играть в Rage MP. Что в этом такого? Как бы, Эдвард Билл прорекламит любую хуйню, отдайте ему только денег. Поэтому, как бы, потом просто он, знаете ли, там, прорекламит какую-нибудь там вот это вот «Денег надо, играть не надо», и все, блядь. И зайдет потом в детский дом, скажет, о, там, подарочки, там, вот это вот, деньги, там, или какому-то бездомному, блядь, или просто какому-то человеку на улице даст, там, 5 тысяч рублей, как бы наебал людей, там, на полмиллиона рублей, отдал, там, какой-нибудь бабушке, какому-нибудь дедушке, блядь, 5 тысяч рублей. Все такие, о, Эдвард Билл красавый, Эдвард Билл крутой, блядь. Какое-то время я смотрел его пранки, но они настолько, блядь, никчемные, что я просто не знаю, почему там так дохуя просмотров, ведь тот же Марк Булах делает пранки намного, блядь, лучше и интереснее, и получается, как бы, пизже. Просто выпускал бы он их почаще, было бы вообще заебись. Ну, а так, как бы, ну, я вообще не понимаю, что в этой новости вообще такого? Зачем это публикуют в какие-то издания? По сампу вообще, блядь, зачем? Просто для чего все это дело, мне непонятно. То есть, что вам, блядь, в новинку, то, что какой-то там, блядь, ютубер с большого GTA-самби, вы бы, блядь, там еще, я не знаю, какой-нибудь рэпер бы прорекламировал эту хуйню, вы бы еще сказали, о, блядь, к нам снизошла мессия, блядь, и прорекламировал вот эту хуйню. Ну, вы че серьезные, ребят, блядь. Вы, вот это вот всю хуйню, вы серьезные. Ну, это же, это пиздец, это вообще уже, блядь, не смешно, чуваки. Если вас это удивляет, то я уже просто, блядь, не знаю, что с вами делать-то вообще дальше. Поэтому, всем спасибо, наверное, за просмотр данного видеоролика. Не будьте, пожалуйста, дебилами, идиотами, что, в принципе, как бы одно и то же. Слова-синонимы и так далее. IP Arizona, или PlayFenix, а также мой никнейм Данте Коннор находится в описании данного видеоролика. А по поводу Эдварда Билла, ну, будет там стримить, снимать или еще что-то делать на вот этом вот рейдш-мп, ну, будет и будет. Че с него, как бы, взять, да? Абсолютно точно ничего. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Всем пока.